Я представлю докладчика, несколько слов. Мы обсуждали в несколько раз рекламу наших встреч, и, видимо, будет разный, для разных встреч. Сегодняшний день мы решили, поскольку тексты были предоставлены заранее, то сам доклад будет достаточно коротким, будет полагаться на то, что большая часть участников в той или иной мере ознакомилась с текстом. У нас будет 45 минут доклад и около 45 минут обсуждения. Если обсуждение затянется, то у нас есть еще временной резерв. Я хочу заранее извиниться на тот случай, если обсуждение затянется. Мне нужно будет ровно в 11.30, даже раньше в 11.25, но, может быть, мы и закончим к этому времени. Наш сегодняшний гость Рубен Киперрасор. Вот он далеко от меня. Те, кто не знаком, Рубен, специалист по еврейскому медрошу. По медрошу, да не бывает, не еврейского медрошу. Специалист по медрошу. Он писал докторат под руководством Хайма Меликовского в Бараландском университете по медрошу на книгу Эгресиаст, Коэрет Коэрэба. У него есть ряд публикаций, думаю, очень интересных и инновационных по таким тематическим заглоссам или заглоссам мотивов. Если я не прав, то поправьте меня. Здесь сад, наверное, еврейный по медрошу, экзегетики, еврейско-христианской экзегетики, еврейско-христианской экзегетики по еврейско-иранским общим мотивам, да, или службам мотивов между этими традициями. И, наверное, еще, да, докторат еще не оформлен как книга, да, но, видимо, это дело ближайшего будущего. Добрый день. Да, и сегодня, надеюсь, все очень. И сегодня Рувен будет говорить о такой сэкономентальной деле, да, которая не раз обсуждалась в истории исследования условенно-еврейских связей, сюжет Соломонии и Питаврасе в условианской традиции и его еврейских источниках. Видите, по тем текстам, которые Рувен предоставил, у него есть очередные инновации в этой области, хотя казалось бы, уже все почти сказано, все, что можно было сделать, но, оказывается, нет. И здесь есть еще возможность для дальнейшего исследования, ну, и дальше, я думаю, он сам расскажет, в чем там дело. Таким образом, Саша уже сказал, о чем я буду говорить. И только сейчас, когда Саша перечислял то, что я делаю, у меня всплыла фраза, которую обычно все ее атрибутируют Ави Барбургу, но ее нигде в поле не написано. Это то, что самое интересное происходит на маргинале. Сейчас мы действительно должны обратить внимание на вопрос, который, в общем-то, достаточно маргинальный вопрос. Вопрос о том, что происходит на определенном, довольно неожиданном взгляд, контакте между одной керамидической традицией и традицией из толковой полиции. Отношения между еврейскими традициями и толковой полей, они действительно уже обсуждались ранее. В 22-м мифологическом номере скрипта Иерусалимитана Дэвид Флюсер когда-то изложил эту проблему с некоторым свойством его, может быть, времени, но обушевлением. Он говорил о поле, он призвал исследователей и дайки читать поле, указывая на то, что в ней есть, помимо утерянных греческих прототипов в славянских текстах, содержатся также иудейские и даже сирийские традиции. И эта статья широко известна тем, кто занимался вопросом «Осмодея» и «Китарбраса». Менее известна статья Лидермана с очаровательным названием «Знихин», в которой он отреагировал на статью Сыра, отнесся не к скептиски, с некоторыми из его реконструкции, указав, что автор поле не совсем понимает те рудименты тех еврейских и сирийских текстов, которые у него есть. Этот статус-кво, который был установлен двумя, если я могу так сказать, демиургами отечественной иудаики, он по сути дела сохраняется и по сей день, в том, который писал Либерман тогда, что окончание решения вопроса, если какой-то вопрос в этой жизни вообще решен окончательно, может произойти только тогда, когда поле будет издано, будет издано критическое издание поле. Мы, в конце концов, поймем, что действительно, каково действительно состояние этого текста. Исследователи же, в отсутствии критического издания полей, как это свойственные исследователи, продолжали читать ее рассказы, в частности, интересующий нас рассказ, который заслужил внимание присутствующего здесь Алексеева, который, продолжая классический подход Веселовского, предположил, что за этим текстом скрывается древний еврейский прототип, точка зрения которой была оспорена Базиль и Бурье. И далее я предложу определенную ревизию этого подхода. Но прежде я, конечно, извинюсь за то, что я вторгаюсь в несвойственную мне область, поскольку я не вижу себя исследователем славянских текстов. И текст, который предложен вашему вниманию, вы в нем понимаете гораздо больше меня в его лексике, в его истории этого текста и так далее. Вместе с тем, как исследователь талмудической литературы, я не мог, который давно по разным причинам занимает рассказ из Бавилонского Талмуда тракта Аббитин, и, обладая определенное познание в области русского языка, я не мог пройти мимоотношений между вот этим талмудическим рассказом и одним из первых его сторонних свидетельств. Поскольку для исследователей талмудической литературы это достаточно редкая ситуация, когда кто-то довольно рано уже свидетельствует об рецепции этого текста кто-то извне, не в классической талмудической, талмудоориентированной культуре. И поэтому я, будучи исследователем талмудической литературы, начну, пожалуйста, с талмудического рассказа, который, я надеюсь, вы прочли. И вы все прочли, да? Не нужно его резюмировать или кратко резюмировать. Кратко, да. Да. Итак, рассказ этот, я понимаю, очень странный рассказ, даже для талмудического текста, для вавилонского талмуда он не самый типичный рассказ. Прежде всего, бросается, то, что бросается в глаза, он чрезвычайно длинный для талмудического рассказа. Сюжет этого рассказа, если, как бы сказать, поэнта сюжета излагается в конце, это рассказ о смещении Соломона с его трона и о возвращении во дворец. Вместе с тем, легко заметить, что в этом рассказе есть очень много элементов, которые выходят за рамки вот этого простого сюжета о смещении царя и возвращении. Если вы, если вернуться к нашим хэндаутам, как быть по-русски хэндаут? Раздаточный материал. Если вернуться к нашему раздаточному материалу, я обратил внимание на его первый текст, мы видим, как этот сюжет, сюжет о смещении Соломона и его возвращении, был препарирован в палестинскую литературе. Можно мне на следу отначать с того, что я скажу, что таким образом, вавилонский талмуд, это одно из самых поздних произведений классической рамкинистической литературы. А его редакции сняли с поля до сих пор. Их мнения движутся в достаточно широком аспектре с 7-го до 8-го века. В отличие от этого, «Иерусалимский талмуд» — это одно из самых древних произведений классической рамкинистической литературы, литературы Амараев, редакция которого приходится на вторую половину четвертую. «Иерусалимский талмуд» — видный из текста, который идет предложен в вашем непроздаточном материале. Он был достаточно короткий. Соломон ведет себя неподобающим для ибреского правильного царя образом. С небес спускается ангел. Ангел отправляет Соломона в изгнание. И таким образом горделевый царь должным образом правоучен. В отличие от этого, в Вавилонском талмуде мы встречаем целый комплекс. То есть это, как бросаются в глаза его, как сказать, прорусская композитная природа, гетерогенная природа. Он сформирован из множества разных традиций. Это характерно для Вавилонского талмуда, который часто берет одну палестинскую традицию и надевает на нее, делает некую компиляцию из нескольких традиций. Но даже для подобного рода рассказов, рассказы о Вавилонском талмуде несколько выходят за рамки обычного. Он начинается с того, что царь Соломон посылает, хочет построить, прежде всего, его контекст. Он появляется в контексте обсуждения стиха из Эквизиаста, который находится на первой стадии нашего раздатого материала, где сказано, я не знаю, как перевести этот стих, никто не знает, как его перевести. В конце него сказано, что Соломон завел себе Шарин, высшород, вот, ну, гэми, а там Шидавы, Шидот, который русский, сендальный переводчик переводит как музыкальное орудие, на словах неясная темология, что такое Шидавы, Шидот. В Вавилонске, как палестинская, так и в Вавилонской традиция переводят Шидавы, Шидот достаточно загадочным же образом, как Шидавы, Шидатин, усматривая в этом указание на слово Шид, то бишь, Чёрт, Демон. Таким образом, в рамках обсуждения этого стиха появляется наш длинный рассказ, который начинается с того, что Соломон ходит храм, построить храм следует, исполняя стих из первой книги царств о том, что железное орудие не было слышно в храме при строении его. Для этого ему нужен Шамир, обратите внимание, текст этот не рассказывает, что такое Шамир, и из самого текста я бы заключил, что речь идёт о строительном предмете. И так следует также из другого текста, текста эпохи Танаев, из Тасефты на трактат Сута, где говорится о том, что с тех пор, после того, как был разрушен храм, исчез Шамир и Нофет Цуфим, где Шамир и Нофет Цуфим упоминаются как определённого рода производные геологической природы Израиля. То есть это своего рода камень, своего рода кремень, которым можно разбивать другие храмы. Это, на мой взгляд, исходная точка зрения этого рассказа. Итак, Соломон отправляет своего соратника в Наяу, когда я его отдал, для того, чтобы найти Шамира. У него достаточно сложные рассказы, я не помню, если я не вижу текст, я забываю о сюжетной ходе. И таким образом, для того, чтобы получить Шамир, он притесняет демонов, откуда в обиходе у Царя Соломона демоны, которых он может притеснять, мы знаем из литературы подфитерного храма, из книги «Завещание Соломона», о том, что Соломон мог править демонами, пользуясь для этого своим магическим перстом, который тоже появится в рамках этого рассказа. Демоны сообщают ему о том, что Шамир может ему помочь найти только нефта Ашматай. Хитроунный Наяу Белиле, да, отправляется споймать Ашмадая, делает это при помощи вина, при помощи уловки с вином, обратите внимание, перстнем, на котором написано имя Бога, и цепью, на которой написано имя Бога. Вино надполагает орудие конвенциональное, инструменты, на которых написано имена Бога, неконвенциональные, зачем их нужно двоим, узнаем больше. Демон счастливо пойман, его введут в Иерусалим, по дороге он делает загадочные действия, на которых следует задать вопрос, почему он их делает, но никто этого вопроса не задает. Затем он приходит к Соломону, Соломон тоже совершает два загадочных действия, несколько загадочных действий, которые точно же разрешаются по приходу Соломона, после этого ему рассказывают, Соломон рассказывает, где можно поймать, найти Шамир. Хитроумный Мнаяу Бен-Имеда отправляется на поиски Шамира, для этого он встречается с мифической птицей, называемой Торнегола Бра, то бишь дикий петух. Шамир счастливо доставлен во дворец, только после этого загадочное поведение Ашмадая по дороге в страну Абитаванга находится в весне. Соломон беседует наедине с Ашмадаем, несколько его обижают, после чего обманным путем Ашмадай забирает у Соломона логическое кольцо, проглатывает его без всякого опасения за свое пищеварение, после чего Соломон, изгнан и со своего трона, побирается, возвращается в страну Израиля, и только тогда оказывается, что на посту, на троне царя сидит злокозненный демон промискутентного поведения, который за это время успевает переспать со всеми женами царя Соломона. Мудрецы вновь делают то же самое, кольцо с печатью и цепь с печатью, которую вроде бы Ашмадай не проглотил, но тем не менее Ашмадай нужна, и после этого они его отправляют во своясе, а однако же Соломон испытывает после этого значительные психологические труды, для чего ему нужны 60 юношей, сильных вокруг ложат его в осуществлении стиха из книги Широ Широ, песни-письмо. Это, таким образом, вкратце сюжет. Сюжет этот мы видим чрезвычайно разлепленный, сложный и в некоторых моментах нелогичный. Вопросы можете задать в конце или нет, если что-то непонятно до сих пор, я скажу, нет? Итак, возникает, таким образом, пробуждает определенное количество вопросов. Их довольно много, их задавали уже классические комментаторы Бабилонского Трамуда, я их подытожил здесь у себя в своем очередной веке, в количестве пяти штук. Почему Бнаяу, отправляясь в путь, берет и цепь, и кольцо? Хотя для того, чтобы схватить Ашмадаев, в принципе, ему достаточно цепи, поскольку спутав пяного демона, он говорит ему, имя господина твоего на тебе не можешь сорвать в лице, это кольцо ему не нужно. Почему загадочные действия Ашмадая необъясняны тут точечи же, а только после встречи с Соломоной? Бросайте также глаза то, и это вызывает вопрос, почему Ашмадай, который вполне благонадежный, благочестивый еврейский черт в первом действии этого рассказа, который каждое утро насходит на небеса для того, чтобы поучаствовать в небесном уроке, и избегая двина и прочих беспуц, оказавшись в Иерусалиме, в урбанистической среде, может быть, ведет себя неблагочестиво, промискутентно, как можно сказать, и, в общем-то, всячески злокозненные товарищи. Если для... Это третий вопрос. Если для постройки храма необходим Шамир, который надежно режет камни без всякого вмешательства, почему Ашмадай не было, смог бы обожден, скажем, за то, сколько доставки? Зачем вообще нужно... Нужно Ашмадай, если есть Шамир? И пятый вопрос. Рассказы не рассказывать нам о том, что такое Шамир, и этот вопрос, хотя, в принципе, это должно было быть здесь объяснено. Эти, возможно, что-то забыл. Эти и другие проблемы я предлагаю решить следующим образом. А рассказ, который мы видим перед нами, он принадлежит, с моей точки зрения, к самому последнему из этапов формирования Гавелонского Талмуда, возможно, тому этапу, который сегодня принято называть анонимным, скомоическим. Рассказ этот сформирован из независимых нарративных традиций. То есть, изначально, я полагаю, существовали два рассказа. В одном из рассказов, рассказ был, и этот рассказ, который построен вокруг стиха из книги Царств, рассказывали о том, как удалось хитроуменному Соломону построить храм без помощи металла, как он обладел Шамиром. И, по сути дела, это был рассказ не совсем о Соломоне, а о хитроуменном Бнаяубене военда. И в этом изначальном рассказе как раз, основной его момент было привидение Ашмадая в Иерусалим, его загадочные действия, которые разрешались сразу же, после того, как они происходили. Второй рассказ, и Ашмадай в этом рассказе был положительным героем. Второй рассказ был рассказ о том, как Соломон строит храм при помощи демонов. И отзвуки этой альтернативной нарративной традиции мы находим как в литературе Бога Второго Храма, как мусульманских рассказов, так и на маргиналии раввинистической литературы. Оба эти рассказа были совмещены здесь вместе, и для того, чтобы они нашли логическое завершение, рассказчик в конце воспользовался рассказом о смещении Соломона со своего трона, похожий на палестинский рассказ, но который он изменил. Ангел превратился в демон. Скорее всего, интенция рассказчика была направлена на то, чтобы ему не хотелось сказать, что он спорил, скорее всего, с традицией, которая говорила, что демоны построили храм. Ему не нравилась эта идея о том, что храм может быть построен демоном. Поэтому он решил гармонизировать между рассказом о демонической постройке храма и рассказом о шамеристической постройке храма. Так вот, это, таким образом, мои спекуляции относительно этого рассказа, но для нашего обсуждения нас интересует по крайней мере, на настоящий момент только следующее, а именно, рассказ в Вавилонском Талмуде – это поздний рассказ. Он принадлежит к позднему этапу формирования Вавилонского Талмуды. У него не было прототипа такого рассказа, не было прототипа в палестинской литературе. Все, что у нас есть в палестинской литературе, вы видите. И, таким образом, кроме вот этого, написанного на крайне тяжелом арамейском языке, языке рассказа, с которым… когда-то в Московском университете был студент, который писал диплом по поводу этого рассказа, и вот он как раз меня попросил ему перевести этот рассказ на русский язык. И тогда я храбро сходу, открыв текст, начал читать. Это было там в ЦИЭЦ, еще до того, как не была эта библиотека, если никакого приличного словаря там не было. Я пережил несколько очень неприятных моментов смущения, поскольку некоторые фразы там действительно единичные, перевести это было трудно сходу. И вот. И, возможно, с тех пор я играю с этим рассказом. Так вот. Возвращаясь же сюда. Этот рассказ, рассказанный на восточном диалекте арамейского языка, забилующий персидскими словами, и персидскими мифологемами, иранскими мифологемами, но я прошу прощения, обратите внимание на то, что птица, это армеговый брат, называется здесь по-арамейски нагар Тура, но она исполняет роль очень похожую на ту, которую исполняют в иранском бестиарии определенные птицы, которые, огромные птицы, которые способствуют распространению семян. Я имею в виду вот этот момент, который у меня отмечен цифрой 5. Итак, это то, что... Итак, у нас есть поздний рассказ, есть элементы его времени, мавилонский иранский рассказ, и таким образом именно этот рассказ был перед формулятором перед этого рассказа в Полее, поскольку близость этих двух традиций чрезвычайно велика. Он гораздо ближе вот этот рассказ в Полее к томудическому рассказу, чем, скажем, еврейская средневековая версия этого рассказа, известная под названием «Алит-Хавэль», которая рассказывает именно... Это такая вот восточная компиляция, которая рассказывает о том, как Соломон вел себя негожей, потому он был смещен. Итак, это то, что я хотел сказать об этом. У нас мы рассказываем, теперь я перехожу к Полее. — Какая-то, ну, я попросу терминологию. Это означает, можно говорить об иранской или о грешицкой? — Ну, как меня обучает мой наставник в иранских штицах, правильный, грамотно говорить иранский, а не персидский. — Ну, просто я не знаю, как это терминология развивала. — Да, вот мы как бы обычно говорим персидский, но ввиду того, что сами проживающие в этом ареале, который называют Иран-шарх, себя называют иранцами, то мы должны называть... — То же самое, когда вы говорите о палистянской литературе. — Да, о стране из Ира, которая была создана здесь, как бы большая часть классической иранистической литературы в 21-м стране Израиля, в отличие от этого. Итак, господа, теперь мы переходим к сравнительному чтению этих рассказов. И я... Что я хочу сейчас сделать? Я хочу сравнить об этих рассказах и увидеть следующее. Как эти тексты реагируют, относятся друг к другу? То есть, где, естественным образом, текст из Полея, он вторичен по отношению к тексту из Вавиланского Торнольда. Так вот, меня интересуют именно вот эти вот вторичности, если можно так сказать по-русски, секондарность этой традиции, поскольку во вторичностях можно смотреть с одной стороны действительно элементы перевода или пересказа, и усмотреть ту культуру, носителем которой был тот, который переформулировал этот рассказ. И я, на самом деле, хотел их отметить в тексте, который я послал вам. Я даже это сделал, но я забыл сохранить эти изменения перед тем, как его послал Аси, и поэтому у нас нет другого выхода, кроме того, что я буду оглашать, где они находятся. Начнем со второго пункта. Обратите внимание. Когда Соломон когда Соломон посылает своего Банаяу Бен Йонда захватить своего демонического помощника, я читаю мой русский перевод, послал Банаяу Бен Йонда, дал им цепи, на ним высечено имя, и словно, что высечено на нем имя. По сути дела, как я уже заметил это раньше, достаточно было одного неконвенционального оружия. И эта дворственность, она продеколована намазана тем, что у нас здесь встретились две версии. Одна, где Соломон пользуется перстнем, другая, где им пользуются цепью. Тогда мудростью своей, говорит рассказ в поле, Соломон сковать и уже железно и гривну. То есть, рассказчик почувствовал ненужность кольца. Поскольку кольцом, или гривна это кольца? Гривна это не кольца? Да, почему тогда в конце он называет ее Жуковиной? Кстати говоря, я плохо разбираюсь в этих матерях, поэтому я предлагаю их на ваше обсуждение. Гривна это скорее за гривен, а Жуковина перстен в конце. То есть, что сделал? Рассказчик почувствовал эту двойственность, и он решил заменить кольцо ошейником. Ошейник действительно логично. То есть, в этом вторичность этой версии. Природная, оригинальная шероховатость вот этого вот композитного рассказа сглажена здесь. Мы переходим далее. В конце второго пункта говорит славанский рассказчик. Господин от цепи, или может быть нет, посмотрим сначала в оригинал. В оригинале мы читаем. Сказал им, имя господина твоего на тебе. Имя господина твоего на тебе. То есть, демон хочет порвать цепь. Демоны, они весьма успешны в разрывании цепи. Говорит ему царь Соломон, говорит ему Бнаил Байнаяда, Шема де Марха Алеха. Шема де Марха Алеха. Имя господина твоего на тебе. Кто господин? Кто господин демонов? Как? Может быть, да, в других традициях. Но с точки зрения рассказчика, я думаю, Бог господин демонов. Поскольку имя Бога написано на тебе. Вместе с тем, почему же он говорит, обратите внимание на нашего славянского рассказчика, господине Соломон имя Господне с запрещением написал. То есть, он говорит и господине, и господне. И это, видимо, на мой взгляд, здесь, скорее всего, находит отражение определенная годическая традиция о том, что имя Бога – это шалон, как шломон. Эта традиция иногда употребляется в разных пост-эмундических и мистических текстах. И поэтому наш перескальз, этот текст, он своего рода интерпретирует эллиптичность финального выражения в туристическом тексте. То есть, имя господина твоего. Господином, он может быть Соломон, и господином может быть... Соломон написал имя Господина. Если перевести царанский текст, то он говорит, есть обращение, господин, он обращается... Здесь есть два раза... Это обращается к китоврасу, как господин, это звательный... А, это обращается к китоврасу. Учеркиваем этот пункт. Идем дальше. И я... Мы вычеркиваем этот пункт. Мы обсуждаем этот пункт. Это не во всех руках. Это не во всех руках. Я должен сказать, то, что я говорю, то, что я сейчас говорю, это предложено вашему обсуждению. Это тентативное обсуждение. Ввиду того, что я не делал критического анализа текста из полей, это не моя. Я сделал критический анализ выголовского текста. Теми... Теми... Свидетелями текста, которые у нас есть. Поэтому то, что я говорю сейчас, это предлагается для нашего местного обсуждения. Я сразу черкнувать те спекуляции, которые покажутся вам. А, буквально секунду, вы черкаете спекуляции, можно добавить другие спекуляции. Да, пожалуйста. Я... Я... Потому что все-таки у него есть существенный вклад у автославянского текста. Он добавляет обращение к супердемону, как господин. Господин. Имя господина твоего. То есть тут есть какая-то неясная игра. Тут есть что-то. Но вот как говорит нам профессор Алексеев, в некоторых текстах этого нет. Это трудно сказать. Это как раз должно решить тот, кто будет заниматься критическим анализом этого текста. Есть ли это... Добавление ли это переписчиков, или же это было элиминировано, потому что это как бы шероховатость оригинального текста. Здесь нужно именно вот заняться вот этими вот обсуждениями, которые так важны, которых нам не хватает. Но мы идем к четвертому пункту. И здесь у нас есть действительно, на мой взгляд, замечательный, замечательный секундарти, вторичность. Мы... Что следующее, это прорусский текст. Демоны приводят во дворец. И, как это... Не дают ему аудиенцию. Почти как в этом рассказе про немецкого посла, византийского императора, да, он все это ждет. И тогда, когда, в конце концов, видит, по истечении трех дней, вошел к нему, взял тот измерительную трость, Амат Миттан, бросил ее к ногам царя, сказал ему, ведь как умрет тот человек, Арбаамот, да, я правильно повезу, четыре локтя? Ведь как умрет тот человек, тот человек, этот царь, разве не станет ему не более чем четыре локтя земли? Это очень, я бы сказал, прежде всего, надо знать, что Арбаамот, это минимальная галактическая мера расстояния, Арбаамот, это то, что нужно человеку для его последнего покоя. В конечном счете, говорит ему, несмотря на то, что ты такой крутой парень, царь, тем не менее, более чем Амат, тебе не нужно, это то, что ты, это то, что ты будешь твоим вечно владелем. Я пытался вспомнить, мне кажется, что есть даже такое русское выражение, но там какой-то другой размер, сколько человеку нужно для, четыре аршина, четыре аршина, три аршина, знаете, славяне не повыше нашего выражения, я не знаю, но так или иначе, это смысл этого выражения. Царь говорит ему, тебе больше не надо. Мы переходим к нашему тексту. Он же, умеря, брут четырех локот, то есть он верен этой традиции, но что он говорит дальше? Область ты дал есть вселенную и не насытился виси. Что он ему говорит? Ты захотел... Прежде всего, здесь появляется очень интересная идея о том, что Соломон был космократор, он правил всем миром. Откуда это известно? Этого нет в библейском тексту, этого нет в наших классических равнистических текстах, но это есть в одном достаточно позднем тексту, который называется «Годические традиции», которая существует в виде отдельного произведения, и краткий ее вариант вошел в такое позднее произведение, как «Пиркей-де-Раби-Лейзер», который говорит «Десять царей правили Вселенной от конца до всей Вселенной, начиная с ним рода и далее перечисляется огромное количество как правило нееврейских царей, для симметрии, я полагаю, и компенсации в качестве царей-космократоров упоминается также царь Соломон. Естественным образом в конце все будет хорошо, только Бог будет править миром, будет полный покой, порядок, но, возвращаясь сюда, что здесь произошло? Пересказ, пересказ, славянский пересказ, только пересказ знаком с этой средневековой традицией, он не понимает интенции оригинального рассказа, который только и хочет сказать, что царь подобна простому смертному, и тем самым, по сути дела, он лишает смысла эту сцену, поскольку пруд, непонятно, зачем это четыре локтя, но тем не менее, он вводит сюда в текст этого рассказа определенную другую стороннюю традицию. пропускает что? Он пропускает вот эту максимум, что четыре локтя, но дальше захватил если же есть... он же... Я бережу на перевод, я не видел оригинал, где там оригинал. Оригинал рядом. Но... Повыше. То есть, я хочу... Я хочу... Спасибо. Когда... Я хочу сказать, что когда мудический рассказ говорит Кулей Алма, он навряд ли имеет в виду Козма Кратер. Он... Кулей Алма, ты все захватил. Он не... Поскольку у нас нет ни одной мудической традиции, которая говорит, что сам правил действия всем мира. Но если это поздний рассказ, то тут она может и появиться. Она впервые появляется здесь. Когда говорят... Я не уверен, поскольку даже когда-то он говорит, что Кулей Алма Ядин, да, весь мир знает. Они вообще не имеют в виду, что весь мир знает. Они не имеют в виду... тут это не метафорически, потому что дальше он говорит, и меня хочется отвратить. Мало того, что весь мир затратил. Единственное, что пропуск четырех локтей. В смысле, если толковать четырех локтей, как наметно... Я думаю, что он не знает вот именно... Он не понимает вот этот галактический размер четырех локтей, поэтому ему это не нужно во второй части его рассказать. Он пропустил его. Дальше. И речь какие-то в раз. И ноготь птица малого имя Шамир. Нет параллели этому в оригинальном тексте. Насколько оригинальный текст, как я уже сказал, нигде не объясняет, что это такое Шамир. На мой взгляд, он полагает, что Шамир это именно то, что объясняло в трактате сутат, а именно строительный инструмент. Здесь же появляется очень забавная традиция и странное выражение ноготь птица, о котором действительно писал Алексеев и вполне справедливо указал на параллель, на то, что это напоминает, сказанное в стихе Ирмияу. Из Ирмияу я сейчас лектирую из пророка Ирмии 17 глава 1 стих Хатат Иудак Тува Беет Барзель Бе Ципоран Шамир Грек Израил Иуды написан железным пером и Ципоран Шамир кремниевым Шамиром Ципоран это скорее всего перок это письменная принадлежность и так на все это дело принимают этот стих все кто его переводят начиная от рамского циргума речь идет о пишущем раме стих далек абсолютно по своему контексту от идеи постройки храма и Шамир как такового таким образом почему это как бы говорит мертвежащий камень да да но и правильно говорит все рассказ скорее всего здесь полагает что речь идет ципоран Шамир речь идет о нашем Шамире и тогда немножко дурацким образом он понимает что ципоран происходит это как бы арамейское ципорин птичьи или маленькая птица возникает вопрос откуда у него взялось то есть явным образом мы находимся здесь с миром таких вот как сказать народных этимологий нашего рассказчика откуда он это взял трудно сказать где он это взял поскольку я скажу еще где он это взял но ранние средневековые авторы так это не понимали где-то в средние века у Раши например возникает представление о том что Шамир это червь это какое-то движущееся животное не знаю откуда он это берет но единственный источник который понимает этот стих вот таким вот дурацким извините таким вот странным образом и говорит что здесь речь идет о Шамире это Зоар на книгу не помню где сейчас скажу где Зоар убежал это мистик был таким образом единственный источник который так странно принимает книгу Зоар на Берешит Пороша Двоехи есть кондоминация двух толкований слова Шипцикора и ноготь и птица то есть я не хочу сказать что автор этой книги читает Зоар поскольку Зоар тем же самым образом тоже мог использовать уже какую-то курсирующую в народе традицию но тем не менее поздний характер этого дела я здесь дальше мы переходим к шестому шестому пункту здесь тоже очень интересное место на мой взгляд и хранит же хокот детки в гнезде своем и если опять-таки здесь есть определенные проблемы с этим текстом я знаю что здесь разные рукописи по-разному это формулирую но тем не менее здесь есть странное существо да какой-то кокот детский детский петух или петух с детьми что-нибудь откуда вы петухом но если мы прочитаем наш оригинальный текст и мы увидим следующее батку кинаде тарнегола бра да и клейбаный нужно найти гнездо тарнегола бра тарнегола бра следует знать что это перевод скорее всего выражение из царь зиз садай зиз садай в рамейском переводе становится тарнегола бра и у него возникает целая мифологическая биография в частности это написывается в некоторых традициях огромных размеров птица поджидающая в этой тарнеголе своей участи быть съеденной на эскапарном перу привет всем так вот эта огромная птица называется тарнегола бра и рассказчик почему-то говорит что у него есть дети это важно на самом деле развитие рассказа кто-то может быть здесь спросить сюжетно это объяснено поскольку потом пойдет к гнезду и там будут действительно птенцы можно было бы даже спросить почему тарнегола бра почему не тарнегол это бра обычно самки занимаются этими вещами трудно сказать это такова нарративная логика этого текста здесь есть какое-то такое мифическое существо может быть он дорогим может быть он сам их рождает и сам их выращивает но это то что здесь говорит текст поэтому не следует как предполагает Алексеев объяснять это своего рода ошибка и понимание слова бра это торнегола бра битвы бани бани а именно такой вот многодетный петух да впечатление я глядя на этот текст поле у меня такое впечатление что это кокот и я понимаю что это просто ноготь предыдущий нет нет поскольку он не может а что птица называется ноготь вообще птица может называться птица может называться ноготь или как угодно есть ноготь птица мало кокот я не я не имею ввиду что что кокот это я имею ввиду что нет дело в общем понятно что как бы сказать это слово в этом но просто продолжение если это непрерывный текст то хранит же кокот децепритерность как будто ровно об этом субъекте говорится предыдущая фраза нет но явно будет что он будет бросать этот предмет который или это существовало которое не нужно что тут какие-то ну возможно но наверняка все согласимся в том что здесь это действительно выглядит как перевод да он знаком с мудическим текстом и шероховатость славянского текста она предиктована по сути дела шероховатостью мудического текста далее закрыт вход он закрывает вход вниз до написано здесь белое стекло я не знаю на самом деле здесь вы пожалуйста поясните относительно русской лексикографии имеется ли ввиду что так это явно что белое но прозрачное русском тексте поскольку если вы посмотрите в томудический текст написано дзугита хиврита то есть белое стекло и обычно как раз томудическом тексте когда галактические обсуждения хотят обсудить именно вопросы сосудов их галактические рекомендации прозрачные сосуды называются белыми сосудами то есть следует ли в этом видеть перевод насколько это я имманентно русскому тексту или нет называть это белым стеклом я не знаю предлагаю это для обсуждения далее седьмой я просто хочу успеть все обсудить все те замечания все те моменты которые я отметил далее обратите внимание в седьмом мы близки концу у меня еще есть три такие штучки за исключением Никита врат в седьмом пункте обратите внимание в оригинале с демоном разговаривает Бнаяу в переводе Соломон то есть пересказы пересказыватель ему показалось нелогично то что показалось нелогично мне вначале что Велта его Бнаяу обеседовать после что-то перенесено после в нелогичном месте находится это обсуждение и поэтому он меняет Бнаяу на Соломон далее в том же седьмом тексте говорит славянский переводчик слышав с небес и это явно объяснение тому что сказано в оригинале Махризим Башамай провозглашают на небесах в восьмом пункте говорит рассказчик в оригинале возьми свою цепь и дай мне кольцо твое и точно так же это и в славянской версии то есть он уже кольцо появляется хотя оно не было помянуто в начале поскольку это характеристика оригинальной версии и вот собственно если я правильно помню те первичности и вторичности которые я хотел сравнить в этом обсуждении и действительно их пять штук да я все это сделал теперь остается завтра теперь следует подытожить итак восемь да да если Саша разрешит поскольку мать время в пункте восемь а когда ты переводишь в рамейском тексте крыло по словам не ты это делаешь по влиянию славянского текста возможно канава если не следующее крыло это какое-то просто абсолютно абсолютно верно абсолютно верно но тогда это говорит о том что так это полностью да верно итак господа помимо вторичности славянской версии обратить внимание на ее умолчание что он не рассказывает своему читателю и того что он рассказал было достаточно что потом этот рассказ выщипывали из полей и запретили на чего он не рассказывает всего сексуального развития этого рассказа о том что происходило между демоном и женами что явно указывает то что пересказыватель цензурировал рассказ итак что я хотел сказать теперь постараемся понять что здесь произошло на мой взгляд перед рассказчиком полей была версия Вадаланского Томмунда очень близкая нашей не предшествующая ей на это указывают элементы вторичности версии этого рассказа рассказ близок к оригиналу но не тождествен он скорее сокращен не сказ чем переводы этого рассказа шероховатости оригинала кое-где сохранились в переводе но честно не сглажены и объяснены при помощи того что мы знаем иногда оригинал не понят исправлен в соответствии с познаниями трансмиттеров и сможет я по-русски трансмиттер он скорее всего с моей точки зрения еврей то есть он изучает Вадаланский Томмунда не трудно представить перед временем кого-то иного кто может быть знаком с трансмиттеров он образован согласно согласно довольно типичному парбору знаний для средневекового еврея некоторые традиции которые он использует они известны из тех или иных еврейских средневековых сочинников и теперь мы приходим к знаменитому слову Китаврас Китаврас это действительно проблема которую я решить не берусь но скажем Алексеев вслед за Веселовским предлагает что здесь у нас есть Китавр Китавр который в такой форме как Китаврас калькированный сельского оригинала Китавр но в еврейских оригиналах у нас нет такого слова как Китаврас я для вас привел там текст из Берешитра где появляется слово Кентурини честно говоря я и там сомневаюсь что это Китавра но это по крайней мере принятое понимание и это единственное место во всем медическом форусе где что-то кентавроподобное появляется поэт оспаривающий точку зрения Алексеева автор Базиль и Лури предлагают очень изобретать решение этой проблемы говорят что Китаврас образован из двух греческих слов Китаврасус и таким образом извергнутый выбриванный Китом персонаж и тем самым у него есть определенное объяснение этому которое может быть увлекательным или нет но следует видимо согласиться я должен рассказать о своем мнении по этому поводу что если это слово как он не было темологической природы оно скорее всего греческое слово и как таковое оно было уже достаточно давно и полно акцептировано славянской культурой и стало играть определенную роль в славянской мифологии тот же Базиль Дурье в своей статье учил меня тому что есть определенные славянские тексты которые вы знаете лучше меня я не буду в это не буду в это углубляться которые здесь оказывается есть интернет которые которые используют образ Китавраса как только брата Соломона только брата Давида и даже есть графические изображения его как раз в виде кентавра то есть был ли Китаврас кентавром изначально и когда он приехал вместе со своим трансмиттером в страну Израиля в Россию или же он стал кентавром уже на славянской среде мы не знаем я не знаю но таким образом если это слово греческое происхождение то наш трансмиттер был грекоязычный еврей и тогда возникает очень интересная ситуация интересное зрение следователя рецепции Талмуда я во временных рамках да смотрите это своего рода проблема поскольку где и когда у нас есть евреи которые знают вавилонский Талмуд и говорит по-гречески это довольно редкое явление и довольно позднее явление скорее всего поскольку поскольку здесь также следует принять внимание сам контекст этого рассказа контекст этого рассказа в поле он появляется в цикле рассказов который называется суды Соломона если анализировать этот цикл и Алексей это делает на 8 статей мы видим что в нем есть разные традиции есть одна традиция из вавилонского Талмуда есть несколько традиций из палестинских мидрашей есть много традиций никак не зафиксированных или поздних средневеков то есть что если предположить что трансмиттер это текст Соломоники это тот же самый трансмиттер что и всех этих рассказов у нас получается человек знает палестинские тексты знает бавилонские тексты знает греческий язык у него есть определенные средневековые традиции где у нас такой и когда мы можем найти такого человека и это проблем поскольку мы мало что знаем о том когда в византии там где говорят на греческом языке такой автор как есть ифон как вы знаете договор Талмуда не знает он знает точно первый византийский автор который знает Гаванский Талмуда и отражает отражается в его писания лет 12 век Ташма в одной сфере последствий его имени таким образом Ташма в своей последней своей статей действительно занимается культурой евреев византии называют примерно так много ученых и никаких текстов что-то в этом роде то есть он полагает что Талмуд вышел из Южной Италии в направлении Византии где-то там на рубеже 10-11 века поскольку в общем это вообще в Европе у нас нет Талмуда до миссионерской деятельности учеников Хайгауна и где-то на рубеже 10-11 века Талмуд в Византии но не нашел своего отражения в существующих текстах с точки зрения проблематичной но это принимая ее или не принимая мы тем не менее не можем говорить о том что тот кто принес этот текст автору полей жил скорее всего быт скорее всего середневековой евреи и жил то ли в 12 веке то ли немного ранее но скорее всего не намного ранее я я нажал на пигнамент я немного с рукав последний абзац но так очень большое спасибо как всякого рода имидата имидата рахами нет имидата один имидата один от фазы имидата рахами кто хочет открыть открыть дискуссию Антолик Алексеевич значит все очень интересно Для меня, конечно, было важно узнать, вот эти сведения, которые я не располагал, о Вавилонском толмуде, его поздней известности в Византии, я не догадывался, но мне это кажется очень интересным вашим словом. Мы даже иногда думаем, что тот муд пришел как-то непосредственно из Ирана, как же сказать, с Персии себя, в эту среду, потому что я бы не объяснил из Европы. Потому что работа, и никто это подвергать сомнению нельзя, это, в общем и целом, славянская работа сделана древнерусским жителем, никакой другой территории не откололается. Ну, то есть это Россия, Украина, Голоруссия, вот так. Нет западнославянского, там ничего будет и южнославянского. Вот, и при этом толмуд. Ну, можно, конечно, толмуде об этом. Казарском царстве, может быть, я знаю. Или тьмутаракань, тьмутаракань вот посредствующая, которая тоже там очень богатая и сегодня, и археологически, с видом английского присутствия тьмутаракань очень хорошо. Так что, какой-то интересный. Вот, теперь очень интересные наблюдения по поводу формированные два цикла и в Вавилонском тормозе. Мне кажется, что их можно продолжить, эти наблюдения, потому что славянский переводчик сделал следующий шаг. Потому что мы, ну, то, что мы в докладе отметили, сведение разных вариантов в одно, поэтому получается некоторое противоречие. Циклизация, ну, это обычно, во всяком фольклорах происходит. В развитии бизнесности начинается циклизация узлов в Казани, они вступают в противоречие между собой, иногда даже они не узкие, поэтому такое нагромождение. Но славянская версия показывает следующий шаг этой циклизации. Вот, что интересно. И, значит, нужно еще кое-что больше сказать о славянском, о создателе славянской версии. Это был человек, который шел по этому же пути, на который стал Вавилонский тормоз. Потому что он прибавил, ну, скажем, безусловно, поэтому относится рассказ о другом человеке. Он связан, да, там есть как бы связка, поскольку он говорит, в Китоврасу уходя... Он в втором ше-ми, я не помню. Он традиция упоминается как-то в скорбусе. Да, в каком ше-ми. И вот он прибавился, да, и там говорится, что когда Ашмадей уходил от Соломона, он оставил его другого человека. Так что это, безусловно, относится к этому же циклу. И в славянской версии эта циклизация сделана. Кроме того, все остальные суды Соломона тоже, безусловно, это очевидный вид, что еще будет провести циклизацию до самого конца. Там чуть-чуть нет, какой-то один из маленьких сказаний о Соломоне потерян. Но, ну, действительно, что-то не правда. Кроме того, куда включили какие-то, может быть, довольно народные легенды. Так же вот эта история с царицей Савской начинается. Да, которая есть. Это уже такая же циклизация, туда сваливаются вот эти загадки, которые за кадром никакого отношения к царицей Савской не имеют, они туда попали. Вот, так что вот это очень интересный вывод, который, ну, если вы будете прожать работу, то я думаю, что вам нужно его и сделать, как заказчик, потому что вы начали этот рассказ, и надо его закончить. И начавшись... Нарративная логика, предпочтение. Начавшись на еврейской почве, он заканчивается на славянской почве. Это довольно замечательная вещь, о чём стоит говорить. И вы знаете, он развивается как бы на еврейской почве, или в 15-м веке у него есть какие-то такие вот другие, поздние изводы, но они не похожи на них, они другие. Вот, значит, теперь некоторые детали передачи этих обстоятельств в славянском языке, они, безусловно, важны, но все-таки они действительно пока ищутся в такой предварительной характере, потому что, как всегда, нужно исследовать в целом традицию и вавилонскую, и в еврейскую традицию, как я знаю, и в этом, и в заслании. Традицию, и в авиационную. Потому что есть некоторые варианты, которые нужно признать и первичными, и первичными. Здесь должна быть оборудована с ее открытия. Вот, скажем, с этим, я, собственно, это не по поводу вашего шестого конкурса. Вот, если вы видите, сейчас, сейчас, одну минуту, я на минуту уже. Вот, коронит Жаков, как-то детский, есть я свое. Я остаюсь при своем мнении, потому что здесь очень нужно учитывать все разнообразие. вариантов. В вашем тексте, например, написано там, «Неголя Бра». Да. А я когда пользовался Устофи, для поисков этого оригинала, у него бар-вариант. Нет, нет, нет. Что? Я проверил это по всему. Что? По всему руку? Нет, бар. И всего ты. Поэтому это не трудно. Это его вариант, который там варьет. То есть, там вполне может быть, что просто они часто, ну, как бы. Ну, что это дает? Нет, или это ничего не дает. Бар, я рассмотрю, вот так все. Нет, нет. Что это иди, барный. Нет, значит. Подставить, иди, как арабейская бар. В смысле, ошибочная, ошибочная, то есть бар. Он полагает. Потому что я же читаю это так. Храйдан Божарисанов, такой, в смысле, не только детский, но и читал это. Идлайбаный это детский. Такой вариант есть в рукописи? Чего нет, чего нет в печатном тексте, нет Идлайбаный. Идлайбаный есть только в рукописях. То есть, есть у него дети. Вот это выражение, его в печатном тексте нет. В идице-принципе всего нет. Но оно есть во всех рукописях. То есть, рассказчик здесь знает именно рукописы. В идице-принципе. Нам нужны дети, как бы, по сюжету, как и без детей. Вот это дети. Значит, мое ощущение такое. Хранит же поколь детский везде своем, как и так далее. Что хранит? Речебитов разумеет, мокоть втичь мал, во имя Шамир. Хранит же поколь детский. То есть, Шамир хранится поколом детским. Это абсолютно связанное предложение. Я обиду. Иначе, если при чтении хранит же поколь детский, получается в славянском тексте бессмысленно. Разве что вы почитаете детский, как и кузатиль Клюраус. А что вы? Как вы? Все читают именно так. Нет, нет, я согласен, что нужно читать поколь детский. Это не может быть детский, потому что детский. Нет, подождите. Эти детки, во-первых, во-первых, детками никто не называет птенцов, найдите их параллельно. Во-вторых, посмотрите, они дальше называются птенцы малые и курицы. А что такое, по сути дела, кокок детский? Это действительно петух, у которого есть. Если прочитать, как я предложил Дарнеголя, бар, и как это слово я говорю, что это? Этот можно почитать дикий полевой петух. Нет, нет. Нет, это так оно и есть. Дарнегола бра, это дикий петух. Бра прочтено, как бар. Бра прочтено, как бар. То есть... Но ему не нужно это делать, поскольку сам текст говорит, что это дикий петух, у которого есть дети. То есть дикий детский петух. В таком случае дети не причем, они разрушаются. Я знаю, ошибка может быть ошибка перевода. Там написано. Да, да, он так его понял. Присаживание в детский. Нет, но ведь детский присутствует в оригинале. Само слово детский присутствует в оригинале. Итлей Баннин. Нет, присутствует. Итлей Баннин. Есть у него иеретик. В тезисе это можно спорить, но тезис состоит в том, что в переводе... Нет, я прошу прощения, давайте все-таки у нас есть сейчас слово предоставлено профессору Алексееву, а кто наш сенчат. Значит, здесь не нужно этих деток, потому что хранит, петух хранит Шамиль в своем везде, а не деток. Смысл, потому что здесь говорится, есть птич, много птич, мал, воинов, который хранит кокосы в своем везде. Вот что. А он и деток хранит. И дальше эти детки называются птенцами малой и волейцами. И детками, это мы сегодня называем, это такое, не совсем формат, такое обычное потребление, птенцов назвать детками, вы знаете, о ком для. Нет, щенят назвать детками, птенцов назвать детками. Это очень характерно. Это характерно, да. Очень сентиментально, вы платите скорее. Но это же как раз характерно для оригинала, поскольку в оригинале... Ну, подождите, я бы говорю о переводе. Переводе этого нет, а не знаю, что такое. Значит, перевод не совпадает с оригиналом на 100%. Это вы сами показали. Нет, я... Поэтому это не аргумент, то, что вы говорите. Забудьте про оригинал, читайте переводы. Сначала нужно прочесть, что сказано в переводе, а потом уже двигаться на оригинал. Если мы читаем все время, если мы вычитываем из перевода оригинал, то это неправильно, это не филатология. Мы прочитываем перевод, понимаем его, и смотрим, как он относится к оригиналу. Как делается? Можно? Если вы посмотрите, я подытожив вашу дискуссию по этому поэту. Да, да, скажите еще. Рубен, вот это был час. Да. По этому пункту, то профессор Алексеев предлагает чтение славянского текста, которое подрывает оригинал полностью осмысленно. И то, что Рубен хочет сказать, тоже совершенно осмысленно. То, что термин БАР бессмысленный по-арамейски, оно не значит детский петух, но что не мешает Анатолию Алексеевичу читать славянский текст. Так он его читает. Пока. Ну, конечно, я считаю, что... Можно замечание по поводу этого пункта? Я не понимаю, значит, вот есть ли предположение, что Шамир хранится в гнезде, то весь сюжет падает, потому что он притаскивает Шамир, чтобы пробраться в гнездо к своим птицам. Если Шамир там, это ключи в машине. Ну, проблема. Спасибо, интересно, замечательно. Птица не вернется к гнезду, если там нет детей. Просто улетит дальше. Да, уже, что же. И мы будем в следующем пункте. Ну, ладно. В общем, хорошо. Этот пункт будем провожать. Китовраз тоже очень интересно. То, что вы сказали, я мечтаю о работе Луге, к сожалению. Я могу мне в этом говорить. Да, да. То, что вы сказали о Луге, он повторяет этимологию, которая дается в слове Фастера, и которая, мне кажется, неудовлетворительной. Слово, как это раз, встречается ведь я так привожу. То есть, вы знаете, еще одна за пределами этого рассказа встречается в толковании Никиты Ираклийского на 12-й годы Богослова. А в этих толкованиях я вспомнил, если вы помните свое татладе, потому что подприятие Талатарина там тоже в переводе. Да, в этих интерполяциях является, в интерполяциях есть и возник. Талатарин очень важный источник, и там то слово Китовраз. Конечно, слово очень необычное, но в славянской письменности заимствование этого греческого Даврос, дикое столичество. И они все нормальные. Кентаврос, там Кентавры. Кентавры я тоже привожу, выйдет очень много. Поэтому этот Китовраз, конечно, связан с какой-то мифологией. Значит, посмотрите, сближение Кентавра на смажется шмадарем. Возможно, по транию Талакова шмадарь, отсюда мы видим, что он нет на чекнадах. Он прикладывает, то есть, ладится к домам, он как-то огибает. Долго ломает ребро. То есть, если его предположить, что он входит в речи Талатарина, было бы трудно поднять пялиться с дороги, если мы хотим еще к ногах, а не в этом ряду лететь. Но этим не занимается славянский переводчик. Значит, как-то переводчик, а так-то вместить ашкаряк в славянскую технологическую плиту. Где здесь? Я тоже... Можно еще и широкий такой контекст отметить. Надо иметь в виду, что не только славянское христианство, но и славянское христианство пришло из того же самого Средиземноморского региона. Вот в чем дело. Языческие фигуры являются, потому что завязка язычества было абсолютно не сформировано. Это было домашнее, и только больше ничего. Особенно там не было крупных, таких заметных мифологических линий, и все, что потом в 18 веке придумали утих баллов, это, в общем, реконструкция. Ну, скажем, эти русалки, русалии, которые отражают розалия итальянская. И, конечно, связан с культом русалка, который у меня дает такое значение, связан с итальянским. Масленица, это с карнавалом. И больше ни с чем. И радуница у нас, опять же, розалия переводится на греческий родуния получает, а радуницу приходит в славянский родуния, приходит в славянский образуется радуница. Культ мертвых и тот в большой степени, то культ мертвых это единственное, что есть в изличестве, и даже культ мертвых в славянском изличестве в большой степени связан с посторонним влиянием. И влиянием не христианским, а языческим. Этот поток, общий поток, который идет из этого региона, из этого неожиданского, он и переносит с собой и то, и другое на разных уровнях. на разных уровнях религиозного сознания. Слово вино в рукописях еще пишется очень часто и десятилично, и даже до 18-го века воспринимается как заимствование из итальянского вино, а вовсе не греческая обоина, с которой было бы инота. Это значит, что она могла прийти как раз вместе с какими-то неизвестными культами, крестьянскими, само слово вино, которое так важно в фольклоре. так что для педагограсса причем я в своей статье не писал об этом только, так сказать, да вам в педагогии, но я вижу педагограсса вот в этом, на этом фольклоре. Это очень интересно сейчас говорить, потому что если это так, я прощаюсь, если я перебиваю, то как раз первый наиболее такой имманентный очаг калмудической учености в Европе это Южная Италия. Если вы говорите, что есть традиции, которые приходят, я как бы будучи невежды в этом вопросе полагал, что все, что приходит в Россию, приходит из Византии, поскольку Третье Рим и так далее, но если вы говорите, что есть канал передачи, если есть связь между Южной Италией и Россией, то вполне может быть, что в общем подтверждение будет влияние и наш текст, потому что не нужно искать греческого в Китоврасе, может быть, это где-то... Да, все это очень сложно, если там международные это захуданная. Сейчас еще что я хотел сказать к этому вопросу. Да, вот, с Италией, видите, с Италией все-таки связана книга Иосифон. Да, и это очень важно, потому что помните с этой книгой какой-то испанский еврей долго искал, проездил, объездил в Суидарию, нашел и счастливый перебиль, и написал и появился Радная. А к славянам она попала неизвестно как и очень рано. Это очень интересно, очень интересно поинт. мне очень нравится, поскольку как бы может быть действительно не нужно идти в греки, а нужно посмотреть, говорить о южно-италии. Я был бы рад, если бы если бы мне жаль бы в Италии тоже была грека. Это да, это то, что называется в ровнистической литературе Яваншева Италия. Да, там и Северная тоже принимает участие. Но это как раз та область, в которой я абсолютно не следую, поэтому я очень рад этому замечать. Ну, в общем-то, это интересно. Еще один интересный последний точек. У нас есть как бы для того группы людей, которые в Чем-то мягкие ездят между Южной Эсталией и Киевомином, а именно в Викинге. Может быть, тогда вообще нужно искать слово китовра в каком-нибудь германском диалекте, а не в греческом языке. Можно я скажу? Да, да. Спасибо большое за очень интересное вообще выступление и очень интересные линии здесь были обсуждены. Меня, в общем-то, как исследователю второго храма больше тоже интересует раннее существование этой истории. То есть, мы пришли к консенсусу, славянский переводчик копировал из Талмуда, а может быть, существовала какая-то история, какой-то нарратив, который уже существовал до Вавилонского Талмуда. Потому что, смотря славянский материал, я не вижу там, предположим, как бы следования Талмуда во всем, включая какие-то ровнистические авторитеты упомянутые вообще, потому что все-таки в Талмуде так кружено такое авторитарное традиции атрибутикой. Этого мы не видим. Потому что второй момент, значит, в принципе, это же вообще сам нарратив этот, он посвящен в принципе храмовым традициям, которые, в принципе, если кто-то может быть не объяснит вообще идеологию, так сказать, вот этой вот полемики, так сказать, и попытки, значит, как бы ввести в этот храмовый нарратив, значит, демона. Вот вы говорили про то, что, значит, как бы уже существовали какие-то традиции ранние о том, что, значит, как бы храм был построен с помощью демонов и так далее. Это может быть отражает какие-то полемики ранние, так сказать, даже может быть второго храма, где шли такие дебаты о том, существующий храм, так сказать, он действительно, так сказать, чист или он, так сказать, был, значит, как бы, да, и так далее. То есть, вот мне это интересно, вот мне интересно, что произошло между вот скажем между вот экклезиастом так сказать вот скажем так когда это было написано и до вавилонского там вот этот вот период так сказать поэтому в этот момент может быть был сделан какой то нарратив который так сказать вошел с одной стороны вавилонский талмуд а с другой стороны существовал в какой-то христианизированной форме это именно то что я бы сделала очень кратко говорила об анализе рассказывал в вавилонском талмуде это как раз то что я бы сделал если занимался здесь только этим они рецепции и будут сколько здесь действительно очень много можно говорить о вот этом странном произведении эпохи второго храма когда что настолько на греческом языке по-глеск называться тайсом и там действительно есть вот это вот демонической природы и действительно это очень странная книга и настоящее спорят о том если у нее еврейские будут касается носить основа или же или же своего рода христианское сочинение или это еврейская традиция которая была тем не менее там действительно есть вот эта идея о том что демон и вы упоминаете об этом вашей статье что демон называемый они строят для самого на храм и это как бы идея которая была видимо я полагаю что создать это вода ее не очень любили она была видимо чрезвычайно широко распространена есть известный вот этот исламский рассказ который уточните точно мне в источнике я не помню и рассказать о том как соломон нанимает демона для того чтобы строить храм и так случается чисто по-человечески ему приходится умереть в это время и когда он делает такую эту ловку на прячь и демон строит храм до конца пока мы не только тогда обнаружили что это царь это помре и и как бы вот подобного рода традиционно эти они были видимо отвергнуты то музейские традиции они не прошли коса через теологический фильтр и этот рассказ на мой взгляд действительно как бы своего рода верхушка айсберга который в общем то да но опять таки мы можем только спекулировать потому что я вот как бы до сих пор никогда не написал этой статье поскольку я почти уверен что когда я буду говорить в масках где где доказательства что есть эти традиции например то что делать скажем следует ли до библейского текста когда они его разрывают на традиции про то что я хотел бы сделать если бы она когда-нибудь а а а отрывки анти-Соломоновских традиций, то, конечно же, присутствуют в разной эпохе 2-го храма, и, как бы, он не просто в Новом Завете Иосифа, но в Новом Завете и в Англиях, особенно в речении Иисуса, огромный анти-Соломоновский пласт, будет того анти-Соломоновская полемика, например, в Новом Иисусе, она находится также в обратном проекте геологии Иисуса. Ну, естественно, потому что Соломон — это такой символ, такой эмплемарий, что называется, символ храма. Поэтому любая традиция, в том числе христианская, задача была демонструировать храм, что делать посланники евреям и так далее. — Это прихристианская храм? — Ну и прихристианская тоже, конечно. Во втором храме тоже существовали разные группы, которые по тем или иным причинам хотели доказать, что храм, так сказать, тот храм, который стоит физически, так сказать, он не является храмом, так сказать, потому что он каким-то образом был загрязнен и так далее. То есть уже, я согласен, что... — Что? — У меня тут замечание. Во-первых, в Талмуте у нас тоже обсуждается вопрос, то есть мудрецы хотят перечислить Соломона тем, у кого это дело в будущем мире. То есть мудрецы не осудить его полно, и только, значит, явление Давида, значит, он вымылил, значит, что это случилось с Соломона, так сказать, из числа, так сказать, осужденных до вечного. Так что эта невалентность постоянно присутствует. Нужно бы также сказать, что насчет демонов мы не должны такую, так сказать, демоничность, так сказать, и то, что сегодня, значит, демоничность, что такое демоническое в христианской традиции, не нужно так поспешно переносить, если демон, значит, это луха и чистая сила. — Демон может быть... — Другая сторона. — Да, мы знаем исламскую традицию, мы знаем. — Наверное, как говорится, в какой-то части рассказа Ашмадай ведет себя очень кошерно, да, и, так сказать, есть вполне богобоязненные, так же как Джин и есть богобоязненные, исполняющие законы, так же есть еврейские демоны, вполне, так сказать, правильные себе души. Это просто еще одна разновидность, так сказать, созданных, так сказать, божьих тварей, и, значит, человека опасно с ними иметь дело, а не опасно и так далее, но вот эта вот демоничность, она связана с определенным дуализмом, и, так сказать, имеет свою историю, она есть и еврей, не то, что христиане, как бы, полностью, так сказать. Но у христиан, как бы, особенно в позднем векове, это стало, как бы, почти таким уже подсознательным, что ли, но это не нужно обязательно переносить. А насчет храма, значит, поскольку храм, но, как бы, если мы начинаем, не знаю, то есть мы с апотамией, то храм должен уходить в небо одним концом и другим в бездну, и он должен соединять, так сказать, от шемерских текстов и дальше. Ну, здесь традиции по поводу того, что Давид копает шетинку, значит, каналы, которые идут в бездну, и бездна поднимается, чтобы затопить, он ее запечатывает святым именем, и там, как бы, тема запечатывания, которые связаны с храмом, так сказать, святым именем, она, как бы, ну, сравнительно параллельно этой. Ну, поэтому использование сверхчеловеческих сил хаоса и демонических сил, и, как бы сказать, запечатывая в них в момент построения храма очень существенные вещи, так сказать. Вот если вы занимались, так сказать, гидрологией, да, значит, то медической, то вот это вот течение вина и воды, так сказать, именно в шетин, что оно там что-то пробуждает, это, ну, скажем, очень важный, очень важный ритуал, так сказать, ну, как бы сказать, можно назвать, кто скажет, что это рудимент, так сказать, какой-то хронической, так сказать, мифологии, можно сказать это иначе, но возможно, что там, как известно, есть то, что предписали, мы известно, что есть большая борьба вокруг несула хама, и мы понимаем, возможно, как бы разные концепции храма, те, которые, как бы сказать, привязывают, связывают храм с подземным миром те, которые хотят эту связь от взрыва. Спасибо. А, как-то Розов? А, я, потому что заголовка слабо. Скажу, может быть, это как-то связано с темой с амбивалентностью в отношении бесов, там, падших ангелов и так далее, не знаю, но в пункте 2, я возвращаюсь к концу пункта 2, где в лавянском тексте у нас появляется господиня, обращение Соломон, Соломон имя господне, написал и так далее. Мне кажется, что не исключено, что здесь тоже есть след соотнесения с письменной традицией, и не исключено, что наш автор здесь таким образом разъял появление дважды шмады марах балах, шмады марах балах. Да, что есть дважды, и он это разнимает каким-то образом, испытывая дискомфорт вместо того, чтобы было заклятие. И, кроме того, разнимая это, он снимает то, что может быть для него проблематично, это марах, что вместо господина твоего, господа твоего, является просто господь, который перестает быть господом этого беса. Я не объяснил это так хорошо, как это сделали. То есть, может быть, еще один признак реакции на существующие и на письменные возможности. Да, я не уверен, что это письменные, но понимаете, речь идет о, как сказать, о баральной культуре, роминистическая культура в этот период, в принципе. Они учат текст наизусть, да еще в 10 веке рассказывают о том, как на Труна и Гаон приезжают в Испанию, и там не оказывается текста Талмуда, и тогда он говорит. Он говорит, они не записаны. То есть, поэтому, как бы, я полагаю, что человек, который учит талмудический текст, он знает их. А он знает наизусть. И, таким образом, вот эта вот тяжелая формула Шмады Мара, она как бы аргументируется, так сказать, менумекер. Она аргументируется в переводе так. Это то, что я хотел сказать, но я понял, что я, на самом деле, все еще открыт для предложения. Я боюсь, что это... Хотя его логику довольно трудно проследить здесь, но, по крайней мере... Да, да. Может быть, это моя, так сказать, оверинтерпретация, или... Но я бы так это хотел объяснить. Повторение, это именно характерно для магических форм. Да. Да. Надо понимать. Это не алясно быть три раза, да? Это можно... Лучше три. Лучше три. А кто... Вы возьмите правильное управление в руку, потому что Саша ушел. Да. Да. У меня на самом деле вопрос. Меня всегда очень интересовало то, что пункт 3. Я... Одну минуту. В таком пункте... Три. Три. А почему он так ходит? А почему... Ну, тут мы видим, что как раз тут между славянским и еврейским, наверное, местным текстом есть текстурные различные. Например, убирается пальма, и, в общем-то, можно и почему. Но... И вот тут берется подчеркиваемое, как он появляется важное. То, что он ходит кудром правым, а не кривым. То есть, даже ходя был криво. Этого нет. это можно секунду как должна ходить поделитесь нами я не знаю бариста 20 языка как у славянских русских есть разные более существительных и если которые с вашей кашир и даже наш разведчик и их шпион развратники жизнелюбь это просто 3 категории хорошие персонажи нет голова называется прямым образом и они уходят в определенном образе где пневмонических просмотров голова ноги руки живот глаза просто другие слова и они уходят как видно они ходят я только иврец что у него есть понимание он предлагает как определенный комментарий а можно объяснить это так что он просто очень был сердит и поэтому он же не своей охотой шел туда куда его вели и по дороге просто все крушил это да но поскольку что славянский перевозчик понимает это иначе он живет в горах и трепляху путь пред ним и палаты руша это текст собран из какого-то интернетного источника палаты это палаты разрушали то есть значит не то что битин значит перед ним шалая группа вооруженных людей которые разрушали дома и так что волшебным то есть они не он разрушает палаты это не он да перед ним разрушает это тоже элемент комментария который переводчик по моему правильное замечание что в оригинале он совершенно не ходит прямо он просто очень большой он очень большой он может быть и к вдовем тоже не пытается обогнуть это он просто к ней наклоняется как безбежно я вам может быть не а не бог он просто он очень высокой скажем он к ней наклоняется у кафаку матей он склоняется к ней вниз он да скажем километр высотой и наклонившись к ней он ломает кость то есть то нет идеи что ему нужно что-то огибать она просто тихомирила его но они там нет нет она просит запросит чтобы он не сломал ей дом и тогда ему приходится искривиться я бы понял где написано наука и ханеналей кафа векоматы и тогда он кафа вкумато как бы может быть когда он с ней разговаривает он есть на пламе может быть да то есть тогда получается что она живёт на ароматаже он разрешает первые идём дальше ну да так что кафа вкумато нет он просто чтобы с ней разговаривать и послушать я не знаю про вид невест но она не для того чтобы не разрешать сегодня Может быть, вы правы, да? Потому что «кафа ка мато» — это именно не в Бог. Все-таки «мата левейта» — он добрался до её дома. Ну, естественно. Она вышла, просит не разрушать её дом. «Шадей» — как бы бросили его. «Мата габысь». Он дом рушил. Интересное предложение. Я прямым интересен. По поводу Нагортура. Вам кажется, что это плотник гор. Это не просто, что гора склонилась, сравнялась. Была гора, которая… Сравнивающие горы надо говорить. Нет, просто гора может быть тот подлежащий, просто Нагортура. Или от… Ага, как сказать, про… Ну, снизилась гора, я не знаю. Снижающий… Или гора сама по себе. Снизитель гор. Снизитель гор или… Снизитель гор. Да, это лучше, чем плотник гор. Ну, нет, плотник лучше, но… Нет, нет, это правильно, да. Я просто, как говорим, пошел за… Как бы наиболее распространенным мясовым употреблением, Нагортура. Это… 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 Он не имеет… Элогибельность дерева. Да, да, это… Как бы… Хэндимэн. Хэндимэн. А, то есть, это вот от того, что он расколол, обработал так. Да. Раскалыватель головы. Да. Да. Буквально несколько очень кратких замечаний. Вы уделяете больше времени Шамиру и меньше времени Патермуциану Нагортура, Тармикора. Мне кажется, что имеет смысл посмотреть, где и в каких случаях коммуническая традиция проводит параллели между Шед и Тармикора. И у нас есть прямые параллели любопытные, которые могут вам дать некие флогические ключи к тому тексту, которым вы занимаетесь. По-моему, в Гимаре на первую мишину у вас совет проходит. Да, да. Там есть что, когда вы хотите увидеть… Там замечательный сюжет, когда он спрашивает, если у вас Шедим дом, если у вас, значит, Шедд дома, как понять? Значит, нужно лечь спать, посыпать песочком под кровать. Не песочком. Нужно поймать черную кошку, дождаться… Не, 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 там… Нужно посыпать песочком или просто каким-нибудь чем-то посыпать. И утром вы проснетесь, и вы увидите следы Тармикора, увидите следы под кровать. Обратите внимание, я не думаю, что Нагор Тура или Тармикора Браун здесь как бы чертовки демонические. По той причине, что, видите, прежде всего у него есть определенная роль. Вот именно в мифологии Тармикора Браунского моды его съедят. Его съедят на последнем Перу, на эскатологическом Перу. У него дружеские отношения с господином Моря. Ну, левиафанови тоже съедят, понимаете, как бы левиафанови тоже будут есть. Да, то есть они положительные, они не демонические, они положительные, они кошерные животные. Поэтому я не думаю, что они чертовские, но да, вот как бы… Но в другом случае, так сказать, если понимать чертовски в нашем современном симметрическом поле, то да, естественно, это негативное существо. Но если, так сказать, смотреть шире, как вот было предложено уже несколько раз сегодня, вполне может быть, что это трикстер. Он выполняет некую совершенно негативную роль, он помогает достать. Трикстер, он не сомненно, но трикстера тоже, как правило, не едят. Я полагаю, что вот как раз для Вебинонского там, ну да, характерна такая вот дуальность, что как бы есть определенная… И вы говорите об этом почему. То есть то, что вы говорите, мне кажется, что скорее характерно для поздних палестинских текстов. Здесь я бы сказал, что это понятно, мне так хочется сказать. Хорошо, я вернусь, я вернусь к поздних палестинских текстов, через 2,5 минуты. Второе замечание касается того, как вы подаете материал. Вы разложили материал очень красиво в этой самой клетке, и показываете вот у вас рамейский текст, у вас перевод рамейского текста, и вот у вас текст 3, который вот вы презентуете как параллель тому, что у нас есть санква двух калорий справа. И я бы связывался с несколькими высказанными выше идеями. На самом деле есть целые куски в левом тексте, которые абсолютно никак не подходят к оригинальному, условно говоря, вот к письменному, скажем так, тексту толматическому. И я бы просто, так сказать, из любви к филологической точности подчеркнул бы все, что не укладывается в этот самый текст, вот что является как бы либо допыслами переводчика, либо переводчик пользуется не этим галактическим текстом, что для меня вполне такая возможная вещь о ней через полторы минуты. Вот. И тогда вы могли бы просто посмотреть, собственно говоря, укладывается ли все его интерполяции в какую-то концепцию текста, в некую схему, которую он хочет наложить в его, то, что называется, frame of reference. Может быть, он просто хочет рассказать, пользуясь таким же мифологическим материалом, свою другую историю. Задать вопрос, какую историю он хочет рассказать. Это будет понятно, если вы проанализируете все его интерполяции, как отдельно взятый текст. Как только вы это сделаете, он станет ясным, так сказать, чем отличается вот этот текст от этого. И тогда вы сможете задать вопрос, собственно говоря, каким текстом, условно говоря, мы называем оригинальным, это, мне кажется, совершенно не годящая система, здесь слово, каким текстом он пользуется. Вот. Второе такое замечание, оно касается того, как вы подаете материал. Мне кажется, что имеет смысл всегда говорить не только о том, что, да, есть совпадение, есть параллели, но и о том, что есть вещи, которые абсолютно не вписываются в параллелизм, который вы хотите здесь выстроить. И третья, третья вещь, как бы, она очень далекая от вас. Я иду к этому тексту с противоположной стороны. У меня особо возникает в десятках текстов практически каббалы 17-го, начало 17-го века. И этот текст, и эти тексты, в которых возникают Ашмадея, абсолютно нету множественного происхождения. Но, во всяком случае, так сказать, они настолько околотоматические, что я готов признать, что существует не одна, может быть, несколько традиций понимания Ашмадея. И только, скажем, одна открытая, наша частная традиция, ставшая письменной, так сказать, перед нами, как бы, сегодня выглядит как авторитетная, как оригинальная традиция. Я не уверен, что она авторитетная, я не уверен, что она оригинальная. А какая традиция не авторитетная? Та традиция, которую вы выводите из Гетин, да? Можно это подробнее не понять? Я хочу сказать, что, как бы, вполне может быть, что вот те самые традиции, которые не были откашированы, как бы, ногативные традиции, другие варианты рассказа о Ашмадея, вошли в фольклор. И вполне может быть, что ваш переводчик пользуется каким-то другим текстом, который и есть отражением вот таких самых фольклорных, альтернативных традиций про Ашмадея. В моих каббалитических текстах 17 века Ашмадея, да, Ашмадея, да, Ашмадея, как угодно его можно назвать, он даже, так сказать, иногда пишется через сам, через Шен, он вполне такое доброжелательное существо, вот как Миша сказал, вот изобретенный Богом совсем даже не вариант Ситра Ахра, а вот некое такое существо, которое должно дать Соломону Шамир. И Соломон должен его объегорить. И, как бы, так сказать, вот Карпа с Каспаровым, так сказать, вот эти самые тексты непрерывно обсуждают, кто кого объегорит, они переигрывают друг друга, даже в диалоге, там, у них там логический диалог возникает, как бы два, два, там, два Митхахама, которые сидят, в пельпуре обсуждаются. Я вам захочу сказать, что в тех, может быть, только это и есть, а все, что связано с негативными ассоциациями, негативными канадациями Шмадая, они совершенно убраны. Вот, и, мне кажется, имело бы способ посмотреть, не притягивать по-мундическим текстам, а говорить, вот, этот переводчик, этот интерпретарь, безусловно, работает с этим текстом. Для меня это то, что для вас аксиматично, для меня это очень большой вопрос. И, наконец, последние 30 секунд. Вы много раз мне упоминали, мы здесь, говорящие, упоминали, филорные схемы, мифологические схемы, наложение разных мифологических нарративов. Есть классическая работа на эту тему, и она очень важна. И я бы просто хотел обратить наше внимание на ее. Это работа Владимира Проба, который называется «Эдипс в виде фольклора». Вот, и в этой работе, собственно говоря, Владимир Проба, он как раз и говорит, что, как бы, филорное сознание работает вот именно по такой модели, которую вы описываете. Скажем там, вот, он берет, естественно, миф об идее, говорит, что никогда ни в каких исторических обстоятельствах такого не могло иметь место. А что произошло, значит, сменилась форма правления, форма передачи наследия. Раньше она передавалась отца к сыну, потом она передавалась от отца, скажем, как племянник. И для этого, так сказать, вот нужно было расправиться с отцом, возникает племянник или, скажем, приемный сын, который убивает отца, женится на матери и так далее. Очень важно в этой ситуации, что эту схему Владимир Проба рассматривает на примере разных фольклорных моделей. И он говорит, что, я не помню, приводит его на пример, но, так сказать, вот, когда доходит дело до русалок, так сказать, ясно, что русалка – это и есть вот бытование разных фольклорных моделей, при которых для вас сначала хтоническое чудовище, живущее в реке, в озере, где угодно, является центральным, а потом человекообразное нечто является центральным. Фольклорное сознание не заменяет одно другим. Оно присоединяет второе к первому, понимаете. У вас получается резина русалка, то, что мы называем ни рыба, ни мясо, понимаете. Вот, так сказать, такое зачастую возникает в момент, когда сменяется, сменяется, как бы, вот, культурный пласт, и фольклорное сознание реагирует на смену пластов. И последнее, что самое важное в этой самой статье Проба, Проб говорит на статье, что называется принципом кентавра. И вот это вот любопытно. Что значит, что сначала вы поклоняетесь лошади, а потом поклоняетесь человеку. Проба и сознание не говорит, что вот, да, сначала у нас, скажем, анималистические всевозможные существа, которых мы обожествляем, а потом у нас появляется человекообразное существо, которое мы обожествляем. Нет, фольклорное сознание совмещает в нас другим, и так появляется кентавр. Окей. Это будет вам, к вашему гетоврасу, по таким теоретическим пассажам. Я, как раз, сегодня занимаюсь другим текстом, вот я писал русскую статью сейчас, есть афоризм в Масан-Камуде, что Бог дал, три вещи дал Бог даром, это дару, страну Израиля, грядущий мир, но все они приобретают свои страдания. Так вот, цена страдания, взаимствование того, что вы мне предлагаете, настолько велика, что я отвергну ваш дар. Вместе с Владимиром Броком, я, по-правому, почитаю его дар, и умение строить в трехэтажной форме, но почти его я оставлю на своем месте для того, кто хочет им пользоваться. А относительно остальных пунктов я скажу, не с началом, а с началом. Вносительно синоптические проблемы, которые вы говорите. Когда вы сравниваете тексты, это очень большая частью своих последних лет занимаются, вы обнаруживаете, что они разные. Даже рукописи включаются друг от друга, и проблема, и как бы дифференциация между редактором, как мы это называем, Масран Моносеев, а именно тот, трансмиттером и формулятором, они очень узкие, она очень тонкая эта грань. И как бы сравнивая поспешно, я взял действительно довольно быстро мир славянский и вагаланский, и текст вагаланского мудра, я не ставил перед собой цель сравнить все моменты и все объяснить. И это сравнение заняло у меня, то, что я вам тебе представил сегодня, надеяло намного времени. Конечно же, таблицу можно было структурировать, а ничего. Я принимал шуруппы, потому что я это делал несколько спешно. Но из системы я не думаю, что как бы то... Каждое представление представит определенную цель. Я не ставил себе здесь цель восстановить то, что предшествовало всему. То, что предшествовало тексту вагаланскую мудру, то я буду делать в другой рамке. Я здесь хотел именно показать отношения между этими двумя текстами, на мой взгляд, что здесь есть отношения именно между этими текстами, между версией вагаланской мудры, так как она рефлектируется в рукописях вагаланской мудры, дошедшей до нас. И этим текстом она явно присутствует. То, что вторичный форматор добавляет здесь, это естественным образом... Я попытался объяснить просто то, что я здесь делал все это время. Я попытался объяснить элементы, составляющие ту культуру, книжную культуру, из которой вышел этот человек. Даже пытался ее определить географически, насколько это возможно. Естественным образом можно сделать лучше. Наверняка. И если кто-то готов это сделать, я буду рад. Наверняка к этому можно добавить. Я не совсем знаю, о каких текстах 17-го века вы говорите. В базе данных тематологической энциклопедии, на которой сейчас работают, есть определенные исследования именно о развитии легенды о Сауне и о Швайе. В еврейской культуре они не читают наши тексты и не знают их. Кавиала Кушевская сделала определенные из этих текстов. И там легко бы проследить, что, как бы, вот развитие этого текста, оно останавливается где-то, примерно, не помню, в 13-м или в 15-м, когда история о Сауне и о Шмадайзе энкоррапируется в определенный сведневековый текст, пересказывается на сведневековом еврейте. Я полагаю, что именно та версия, которую я даже не считал внимательной, поскольку ее точный характер по отношению к Ивановскому планету который прощался легко из этого. Я полагаю, что та и была взята теми паблистическими актами XVIII века, которые вы упоминаете. Я, в общем-то, не очень умею считать это так вот симхронно. Возвращаясь в XVII век, сказать, что может быть. Я хотел бы все-таки ограничить себя определенными временными рамками, рамками поздней античности, раннего и средневековья, и посмотреть, как эти тексты функционируют здесь, когда между ними еще можно проследить определенные процессы. И поэтому я говорю о Вавилонской традиции как об оригинальной, поскольку у нас нет другой. Искусство сравнивания текстов это работать с теми текстами, которые у нас нет. Нельзя сравнивать текстов так, как у нас нет. Из этих текстов можно подойти к гипотезе, гипотетически реконструировать тексты, которые в них вошли, но не иначе, или, может быть, я что-то не так понял. Относительно Ашмадая здесь можно много говорить, у меня просто не было на это времени, поскольку Ашмадай, он действительно древняя фигура, он проявляется в Калитуве. И Книга Туве это проблематичная книга, которая сейчас, когда исследует долгое время, объясняет ее одним образом, и происхождение этой фигуры одним образом теперь объясняют иначе. Ашмадай действительно, как сказать, его воспитали в разных активах, как в коллективе ингрангландском, так и палестинском. Он проявляется в палестинских текстах, его имя гибролизировано, он проявляется как Шамдон Шида. И, в общем-то, ну, насчет того, что черти, черти, там бивалентные существа, с ними можно дружить, а можно и не дружить, это как бы действительно правильное замечание, я с ним согласен, я с ним не спорю. То есть, как бы, я, да. Ну, вместе с тем, как бы, негативный момент и чертовщина, он присутствует. Я себе что-то отметил, четвертый пункт вашего, такого степленного замечания, четвертый пункт, я записал другой. Что другой? Что это было? Мое любимое слово. Как? Мое любимое слово. Мое любимое слово. Что-то, я ответил на то, что вы сказали, я что-то пропустил. Нет. Я не знаю, что вы имеете в виду в словом «другой». Нет, я думаю, я другой, я не знаю. А, вы сказали мне что-то, что нужно обратиться к другим рассказам, да? Как бы... Другим альтернативным, не письменным, вернее, так сказать, не канализированным рассказам. Ведь их нет. Ну, как же их нет? Они есть. Они есть. Они, как бы, не восходящие к толмуду рассказы о башмане. Но, в том числе, я здесь полагаюсь на ту работу, которую проделала Реала Кушелевская в экспорте. Я просмотрел все те версии, о которых она говорит с изучением рукописных. Посмотрите, это уже действительно тяжело. Я не вижу... Куда бы вы ни пошли, это верно, может быть, куда бы вы ни пошли, вот, вслед за шмадай, вслед за шмадай, вы находите рефлексию в форматической версии. Безусловно. Но, еще раз, если там есть какие-то метражного типа куски, которые не вписываются в форматическую традицию, которые являются, как бы, так сказать, интерполяциями людей... Поздних формуляторов. Да, я должен от них вернуться... Поздние, мы можем сказать, что они связаны с каким-то основным фольклором представлениям упового шмадая, которые не восходят к тому, или восходят к тем, к каким-то общим... А на каком этапе... Я бы, скорее, предположил... Я бы, скорее, предположил... Потому что вы сказали... Я только... Я только завершу, что у нарратива есть определенная нарративная логика. И таким образом, в нем уже есть определенные, как бы, ядрышки, ядро, которое развивается в дальнейшем рассказе. Поэтому не нужно делать это. Идти, на мой взгляд, это неправильно. Идти к позднему рассказу, сказать, что вот здесь есть рудимент чего-то древнего. Это бывает. Но, скорее всего, мне кажется, более стройное развитие это такое, что нарративное зерно этого рассказа, оно дает свой плод в позднюю версию. Это, как бы, моя, как сказать, пресупозиция. Я... Это методология. Но, знаете, я числю себя таким серьезным следом, что я здесь спорил о своей методологии и какой-то методологии. Я бы хотел сделать несколько замечаний о вашем даре. Во-первых, это не горячок. Это просто один из демонов, конкретно демон гнева, который занимает большое место у евреев, и не только у евреев. Он фигурирует в разных языках. Его имя существует в разных языках в разных языках. Он не сильно как раз переведет. Но, при этом, почему славянский автор не хочет называть профессионажа Шмадаем или Основелоса? Возможно, потому что он знает это слово. Он, наверняка, его знает из президентических и видимо, и славянский. Он не хочет здесь целый индивидуальный персонал. Где он? Как Шмадаем, потому что мы считаем, и знаем, другого, что кто остановился. может быть, тогда передача вот этот самый гипотетический византийский или южно-италийский еврей, который рассказывает эту историю. Я думаю, что здесь устный контакт. Может, он уже заменяет это кем-то. Здесь, видите, во всех версиях национально какая-то не заменена. Ни одна версия национально. Марусь, Сатурн, Боня. Здесь какое-то изменение. Понимаете, помимо еврейской или армейской или славянской версии, есть еще версии чрезвычайно похожие на арабский язык, которые тоже датируются. Они не старше, чем Таниска, не старше. А где приводятся те же самые истории. И там как труп катавра. Вот если вы будете искать катавра, то может быть у вас будет совпадение. какая-то какая-то версия, где был часом, которая переведена, скажем, на греческий, большим количеством формул 1 будет катавра. И катавра будет получать катавра. с демонологии. Я не помню, где я читал очень ясную классикацию демонов, имеющие человека, зверя и злобные демоны это не человек и зверя это никакие волки. В этих же сюжетах у нас появляется другой демон. А на что выступает этот демон, потому что его тело покрыто волосами. Да, но это уже другая традиция. Я говорю, что в этом кругу еще один демон. А китовраз, поскольку он явно относится к демонам животного это не человек и не дух. Он по-моему и в переводе отождествляется какого-то животного. Знаете, опять-таки, если находиться в рамках классической эрганистической культуры, это черти, они демоны, они не духи. Вот я говорю, что есть три категории, которые относят только к человеку, это элит и царица Я думаю, что то, что вы говорите, это как бы поздняя средневековая классификация поскольку да. Это уже мы имеем человеческие формулы лошади на уход лилин. Лошади на уход лилин. Как будто есть какие-то разные лилин. И я думаю, что вместе с тем, как бы решит раба, когда классифицирует, что было соблюдено в какой день, они знают, что черти были сотворены в тот же день, когда были сотворены остальные млекопитающие. То есть кривым, а только кривым. Понимаете, это же при переносе в аллегорию у нас получается персонажа. И он не он срушает эти дома, как Байгена затем и его поступок с ясный целенаправленный характер. Правда? Он ее спасает. Это получается шаг в сторону литературы премудрости, конечно. Он носитель определенной премудрости, загадки из этой области. Это очень здесь насыщенное повествование. И дальше опять присоединяется. Вы говорите, не хотите говорить о царице. Там же еще куча такого же материала. Это очень интересно. Я просто ограничу себя вот этим рассказом. Я читал, не помню автора если вам это важно. По-моему, эта статья не активная. На всякий случай. Пишет человек о литературе однополитической. вот там тоже очень характерно. Вот это небесное путешествие, скажем, книгу. Появляются загадочные обстоятельства, непонятные, и дальше и он рассматривает в этом ряду и вот этот сюжет сошмодает. Это не очень убедительно, но все-таки надо тоже иметь в виду и эту параллель. Покалитика или эсхатология это живота. Фигура эсхатологическая получается в контексте нашей роте. Так это загадка, потому что вот этот его поступок с Соломоном, которого он мог забросить куда-то, переменить весь мир, здесь есть какая-то уже самая большая загадка. Все остальные загадки маленькие, а то, что он сделал с Соломоном и занял его место, это уже какая-то из Соломона. Ну это как раз я объясняю, может быть скучным для вас разочаровывающим способом, но мне кажется, что этот сюжетный ход он как раз присутствует в палестинском рассказе, рассказе из Иерусалимского Калмуда, где Соломона наказывают тем, что забирают у него трон, потом ему возвращают, и это как бы просто здесь трансформируется на ваголонском материале несколько иным образом. И уже каминька уже указывала на определенную историческую параллель, что это связано с иранским эпосом, где тоже есть самозванец восходящий на трон, и как бы поэтому как бы мне кажется, что это легко объяснимо таким смешением традиций, не знаю, нужно ли здесь идти так до в фору. И знаете, что по поводу этимологии я еще подумал тоже. Значит, этимология Лурие, там, что-то еще, это говорю в словаре фасмуре, русском, темологическом, темологическом. И я теперь думаю, что это приводит и рисунок приводит на воротах китовра смеется братом своим соломоном на обетованную землю за слов. И там изображен что указывает на то, что это на воротах новгородского храма. Которые, кстати, сказали, делали это действительно. И я вот еще что, я же привожу где этот модель. Так что, ну вот это я о европейском тоже могу подумать. Потому что какой-то литовский род не вы не пишите про это. Анатолий Алексеевич, а вот вопрос. Анатолий Алексеевич, когда вы читаете текст, вот вы видите, как вот вы чувствуете, это был переведен с какого-то греческого оригинала или был переведен с семейского, так сказать. Здесь вот тоже интересно. как имущество нет, вот этот текст, так сказать, потому что как были какие-то дальше идёт, когда появляется царисия царская, называется Малкотошва. Уже деваться не было. Ну это просто, это как раз будет одинаково на иврите, на арамейском. А, это да. Это уже доказываем. Для меня вот этот, почему я так сцепляюсь, может быть, и несправедливо из-за этого, детского педуха тоже был таким образом указатель на семейские ритмы. Почему я снимаю, по этому же поводу, может быть, я снимаю греческое источник как это раз. И там ещё что-то, вот помните, там в сюжете «Меч Крутяк» абсолютно не так. Свинцовый меч, который называется в переводе «Меч Крутяк». Этим мечом нельзя убить человека. я, конечно, «Меч» «Меч». «Меч» «Фрудьян». «Меч» 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 «Меч». «Меч». «Меч» Он не занимается этим, поэтому он предлагает, что это прида, как бы арамейское слово, что это фраджи, пютрит. Я этим не занимался, я только прочитал его. Что это прида по арамейски? Фраджи, пютрит. А, это то, что можно плеофрид, да? Да. Я про это не думал, я только прочитал его. То есть мы видим, что здесь есть о чем думать. Нам пора. Спасибо большое. Спасибо большое.